В конце 2022 года на согласование в правительство России поступил вопрос о покупке Ростелекома Мегафона у USM Group. Также активом интересуются и другие инвесторы, в том числе непрофильные. Предложения о его покупке поступают не первый год. Это происходит в связи с тем, что Мегафон демонстрирует хорошие результаты. Отметим, что в случае сделки на рынке сотовых связей число операторов сократится. Оператор, который будет крупнее, чем остальные существующие. В частности, крупнее, чем лидер нынешней МТС. Федеральные антимонопольные службы сообщили, что не получили ходатайство Ростелекома о приобретении Мегафона. Более того, данная сделка не может пройти мимо фаз. Такие сделки попадают под регулирование Федеральной антимонопольной службы, которая изучает ситуацию, смотрит, как это отразится на рынке. В принципе, можно заблокировать даже сделку, если она считает, что это будет плохо для рынка, для конкуренции. Или наложить какие-то определенные ограничения на эту сделку. Но в данном случае, учитывая то, что Ростелеком является очень право государственной структурой, соответственно, я думаю, что так иначе эта сделка будет одобрена. Мотивами приобретения сотовой компании могут быть различные. Это желание расширить спектр услуг, отсутствие у конкурентов ресурсов для продвижения бизнеса. Наверное, мотивом продавца, скорее всего, являются последствия санкции, которые были введены против российской экономики. Деньги отрасли, в частности, телекоммуникационное оборудование. Большая часть его была импортной. Сейчас у нас доступ к этим технологиям, тем более у частных компаний, то есть, сильно ограничены, доступа почти нет. Конечно, функционирование частных компаний в этой сфере сильно затруднено. Сейчас Ростелеком владеет стопроцентной акцией Теледва и приобретение второго крупнейшего оператора на рынке после МТС сделает госхолдинг безусловным лидером в мобильном сегменте связи. Адалина Абдрахманова, Универ Ньюс.